Предложил один из китайцев, которого я иногда смотрю. Он предложил следующее дыхание. Все то же, что мы делаем. Давайте попробуем. Мы точно так же вдыхаем от живота. Я сейчас расскажу, а потом мы пару-тройку раз попробуем. То есть мы сначала набираем живот, диафрагма опускается, живот выходит вперед. Потом мы наполняем полностью весь, все легкие. Потом выходим вот сюда, наполняем здесь практически уже до упора, пока, чтобы воздух аж здесь не стоял. И потом таким же образом выдыхаем сначала здесь, потом вот здесь, потом вот здесь, потом вот здесь. Потом живот втягиваем и выдыхаем до конца. Я понятно, надеюсь, объясню. Если что-то не будет, мы с вами помним, что задержка у нас 10-15 секунд от того, как вы написали. Вот. И момент следующий. Сейчас она может быть вообще непонятно какой, потому что сервис немножко лихорадит. Вот. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я буду стараться, если увижу что-то новое, я буду стараться сразу же отвечать. Всем доброго вечера. Да, Геннадий, привет. Значит, еще раз. Про дыхание, да. По хофу можно найти это дыхание по хофу, но там задержки вообще огромнейшие. Поэтому мне кажется, что надо готовить себя. Мы с вами знаем дыхание 2 по 6, да. То есть вдохнули, выдохнули, да. Вдохнули, задержали 6 секунд. Выдохнули, задержали 6 секунд. Потом у нас есть квадратное дыхание, мы по которому дышим просто. Потом у нас есть дыхание, какое мы с вами еще делали. Ну, какое-то еще делали, но в основном я вот эти 2, потому что они легкие. И хофа я бы не сильно рекомендовал, потому что это надо сначала надышаться. Вот, да, и потом, если мы сейчас будем дышать, то я предполагаю, что вы помещение проветрили. И находимся мы с вами все в проветренных помещениях. То есть мы не пыль и дышим. Вдыхаем мы, как обычно, носом, язычок у нас поднимается к небу. Потом, когда мы выдыхаем, мы выдыхаем ртом, и все у нас уходит. Напоминаю. Итак, давайте пару-троечку раз мы с вами попробуем вот это вот сделать дыхание, которое... Да, и когда мы выдыхаем, мы ставим... В чем разница вот этого китайского выдоха? Это шепот-шепоток, как наши бабушки-шептухи шептали. То есть они на выдохе такой вот... Типа... Как получается у вас, так и делайте. Но это должен быть тихий не свист, а тихий-тихий выдох. Я просто громче сделал, чтобы вы понимаете. Но должен быть такой вот шум выходить. Ну, не то, что там змеиный ш-ш-ш-ш, потому что это язык надо поднимать. А язык у вас положенный, и вы через губки так выдыхаете, чуть-чуть как бы с таким вот сопротивлением воздух даете, чтобы легкие чуть-чуть тренировались. Я понятно объяснил? То есть здесь никакого видео не будет, потому что я его не смог ничего подзагрузить. Еще раз повторяю, сервис лихорадит. Поэтому, если все понятно, давайте мы пробуем таким же образом. Сейчас. Как сидели, так сидели. Да, теперь надуваем живот. Набираем воздуха. Надуваем живот. Носом втягиваем. Дальше идем. Теперь выдыхаем. Дальше идем. Дальше идем. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами не должны забывать про нашу... Микулин Александр Александрович Встали и... Пяточки отрываем на 2 см То есть мы подняли и сразу опускаемся... Чтобы был такой... Один раз в одну секунду... Не чаще, да? Это мы с вами помним... Теперь мы... Помним нашего дельфинчика, которого мы делаем... И который у нас все классно получается... Потом мы помним с вами... Черепашку... Удивленную... Потом мы помним нашего... Нашу цаплю... Потом мы помним нашу собачку... Почему я с шеи начал? Звонят мне друзья доктора и говорят... У многих из наших случилась ситуация... Что надевали марлевые повязки... Натянули и... Мышцы начали болеть... Плоть до того, что здесь уже даже чуть ли не обострение... То есть не всем... Это не у всех... Но у многих от этих масок... От натяжения... Начинают страдать вот эти вот мышцы... Ну а рекомендации... Всесоюзной организации здравоохранения... Мы знаем, что там написано следующее... Я не призываю не ходить без масок... Я призываю к разумному их использованию... То есть мы с вами... Одеваем маски тогда, когда надо... Может быть есть смысл одеть это... Когда вы заходите в магазин из скопления людей... Может быть еще где-то... Но... Ходить бездумно в масках... Вы просто можете повредить себе вот эти вот моменты... Это уже у троих... Причем... Одна доктор не в теме совсем... Она как бы доктор и доктор... Но забыла, чему ее учили... А пришел ихний товарищ... Откуда-то там приехал из командировки... И в течение двух походил... Опять с этой же маской здесь у них... То есть он где-то там был без маски... Или с отпуска вышел, я не знаю... Вот... И он говорит... О, ребята, так это вот... Соответствующие мышцы у вас... Воспалились... Значит... Что говорит здравоохранение? Это не я придумал... Это вы можете открыть... Рекомендации здравоохранения по применению масок... Там написано следующее... Что маски... Нужно носить больным... И тем, кто с ними контактирует... Больше там ничего не написано... Витамин Д... Дальше подышать... То, что рекомендовали... Ну, некоторые в теме... Что у меня с женой были проблемы... По здоровью... Какое-то длительное время... И ей рекомендовали... Пить настой шиповника... После еды... По полстаканчика... Вот эта тема... И еще... Печень... Трески... Ну, там про рыбу... Про какую-то разговаривали... Но это такое... Я купил... Жалко, я не взял флакончик... Я купил у нас 220 рублей... Витамин Д в каплях... Вот это вот... Светлана Юрьевна... Калиниченко... Она в этой беседе говорила... Что зря люди не пьют... Витамин Д... Не в таблетках... А именно в каплях... 10 капелек... Там в 10 миллилитрах... 15 тысяч... Она говорит... Что надо... Разово в течение дня... 4 тысячи принимать... Короче говоря... 10 капелек... Капаем... В стаканчик с водичкой... Запад пиктусина... Вот такой у меня... Польского производства... Ну... Будем надеяться... Что не контрафакт... А польского производства... Я купил для пробы... Понять... Ну и так... Как жена ослаблена... А я больше... Чтобы у нее было... Это все... Вот... Витамин Д... Это я вам сказал... Про маски рассказал... Мышцы шеи... Рассказал... Пить теплую воду... И часто... И в малых количествах... Это то... Что говорит... Академик... Чу-ча-лин... Вот... То есть... Промывать по сердцах... Ну... Мы с вами... Делаем такую... Такую вещь... Я не знаю... Как вы делаете... Не делайте... Я стараюсь не пропускать... Утром проснулся... Там сделал... Вот этот вот наклон... Прошел по... По каналам... Да... Вот... И пошел себе в рот... Набрал масло... И пополоскал 7 минут... Потом его раз... Вылил в раковину... Потом... Соленая водичка прополоскал... Очень хорошо... Вкус во рту какой-то... То есть... Определение вкуса во рту... Стало как-то... Вот... Теперь ситуация про... По людям... Ну... То, что мы с вами обсуждали... Насчет того, что паника нам с вами не нужна совершенно... И при панике иммунитет теряется и тройственный мозг... И рептилийный мозг... Все-все-все... Все про это мы с вами говорили... Да? Вот... Я... Вам сейчас предложу... Одеть наушники... И послушать этот шум... Шум от Андрея Дуйко... Вы его можете найти в интернете... Спокойно его все переписывают... Но все... Чего бы я ни брал у Андрея... Я в него прошел... Пять... У него семь в школе классов... Я прошел пять... Вот... Поэтому... Что-то, наверное, я представляю... Он это называет эзотерикой... Но там... Много чего не эзотерического... Вот... Интересный человек... Если интересно... Посмотрите... Вот... Я уже давно рассказывал... Зачем я это все делал... Пока вы наушники готовите... Как только наушники приготовите... Поставьте, пожалуйста, плюсик... Зачем я это делал... Мне было любопытно понять... Я уже где-то говорил... Что мне... Мои учителя говорили о том... Что... Ну, я же у разных людей учусь... Мне говорят... Что ты везде шастаешь... А когда же там знакомишься... Я спрашиваю... А где ты это... Вот... Было... Я и там, и там, и там, и там, и там, и там... И... И у народных, и у неу народных... И с бубном, и без бубна... И везде... Мне было любопытно... Посмотреть... Во-первых... Взгляды на человека... Как... Как на него вообще смотрят... И что... В общем-то... В этом общее... Как общее... Одно везде... О чем сказал уже и Нобелевский... Лауреат... Лауреат там... Где-то я приводил в своей статье... Ситуация такая... Что в человеке находится лекарь... И если вам кто-то говорит... Что я вас вылечил... То не верьте вы ему совсем... Если у меня возникает иногда мысль... Что я кого-то вылечил... Так и я себе верить не должен... Человек лечит себя... А... Я являюсь проводником... Той энергии... Которая... Помогает ему вылечиться... И в этом случае... Поэтому я и беру деньги... Для восполнения своей энергии... Или мы если с кем-то работаем... То тогда обмениваемся на тематику... Со мной поработали... Я поработал... Мы так работаем иногда... С теми людьми... Которые... Которые... Ну... Которые у нас... Между которыми у нас... Вообще надо... Людей... Идти к тому человеку... Которому испытываешь доверие... И в обществе которого... Можешь расслабиться... Это вот из йоги взято... Кто может быть учителем йоги... Я уже может быть повторяюсь... Но... Ну... Повторение мать учения... Хотя может быть и надоедливо... Но иногда приходится... Иногда вот... Потому что я не помню... Что я там пять... Дней назад говорил... На эту же тему... Ну вот... Готовы? Плюсик стоит... Да? Значит давайте я включу... Мы послушаем... Я на этот момент... Выключусь... Чтобы не мешать вам... Потому что... Все равно с интернета... Не удалось мне... Вот... У меня есть чистая запись... Но я ее не мог... Ну вот... Каюсь... Сейчас он пойдет... И я выключусь... Ну вот... Ждать... Чего-то такого... Ну может быть... Дыхание чуть почище станет... Потому что... Это по сути... Помните... Если кто-то что-то хочет поделиться... Пожалуйста... Никто же не восприняется... Напишите... Здесь ситуация такая... Что если... Помните раньше... Звонить во все колокола... И всегда еще было... Такое понятие... Как... Малиновый звон... То есть колокола были... Старые по старым... Знали как отливать... Я не знаю сейчас... Знают они или нет... Но вот почему-то сейчас... Церковные люди... Церковное руководство... Не звонит во все колокола... Хотя вчера была... Была Благородица... И все... И все... И любопытно вчера... Прозвучало заявление... Тех на чьей территории находятся... Я ничего... Не это самое... Не кощунствую... И все остальное... У евреев считается... Что молитва сбывается тогда... Молитва считается... Что она прошла... Когда было... Десять человек и более... Если меньше десяти... И вот... Вчера было заявление... Такое... Что... По телевизору... Что... Огонь будет... Они уже знают... Вот... Мы туда десять человек запустим в храм... Они огонь получат... Все делегации прилетят... Из самолетов они выходить не будут... Мы им огонь разнесем... И все остальное... Но вообще... Это таинство... Мне кажется... Вот... Но это я так... Сказал и сказал... Я сейчас еще чуть-чуть поговорю... А потом мы с вами сделаем... То расслабление... Которое мы обычно делаем... Потому что сейчас у нас с вами... Вроде как вирусы... Попогибали... Если они где-то и были... О... Голь запишила... Бывает... Если Геннадий вспомнит... То прошлое... У меня в воскресенье... Что-то как-то вот... Такое... Что-то было... Какие-то воздействия могут быть... Но я бы прикидывал... Что в этом случае... У нас с вами есть... Колокола... Хорошие записи... Хорошего качества колоколов... Раз... У нас с вами есть записи... Очень качественные... Чаш... И я вам... Давал эти записи... Они у вас есть... По крайней мере... Из тех... Кто находится в Суперстаре... И кто по воскресеньям... Занимается... За... Огромнейшие деньги... 365 рублей в месяц... Вот... То... У них все есть... И я могу им... Так сказать... Так сказать... Сказать... Что... Купила одну любопытную... Вещь... Из этих денег... И мы ее... Уже в этом месяце... Выложим... Она еще будет... Еще одна у нас будет... Практика... Которая куплена в эту группу... Группа... Еще раз говорю... Собирается для того... Принципы работы артельные... С этих небольших денег... Будем стараться что-то покупать... Для... Для... Всего общества... Ну и... А дальше я рассказывал... Зачем... Куда и что... Вот... Когда-то я наверное куплю себе микрофон петличный... Тогда я буду вам читать уже... Более-менее... Хотя и сейчас неплохо получается... Но тогда я могу уже шептать... Там еще что-то... Голос менять... И прочее... 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 Ручки положили на кресло... Кресло... Так что было... Чтобы нигде не было прямых углов... И мы с вами попробуем... Конец дня... Нас со всех сторон пугают... Вот... А мы не поддаемся... Улыбаемся... И говорим... И это пройдет... Да... Вот... И наш президент... Это сказал... И это пройдет... А статейку про Ваньку... Почитайте... Там она... Немножко закрученная... Но я специально его закручивал... Чтобы потом ко мне никаких претензий не было... Вот... Если кто-то будет читать... То там есть очень любопытная идейка одна... Ну так вот... Теперь мы с вами... Делаем носом... Полный... Полный вдох... Как мы делаем... Если кому-то сложно с живота... То вдыхайте как вдыхаете... Но мы с вами делаем... Три полных вдоха... Начинаем носом... Выдыхаем ртом... Аккуратненько... Медленно... Никуда не спеша... Начинаем... Субтитры сделал DimaTorzok Наше тело расслабляется... Расслабляем... Ласки могут закрыться... Могут призакрыться... Могут как в дреме опуститься... Мыслим мы... Скажем мыслим... Могу ли я остановить... Поток своей мысли? И сразу ответим... Да... Задайте себе вопрос вслух... Могу ли я остановить... Поток моих мыслей? И ответите сами... Да... И вы услышите... Что они у вас куда-то действуют... Теперь взгляд свой направьте... Пожалуйста... Там где сходятся... Сходятся брови... То место... Которое... Три угла... Оно одинаково... Как бы трехугольник... Между бровями... И... Кончиком носа... Основанием носа... Оно одинаково называется... На санскрите... На украинском языке... Трикутник... Вот... Направьте туда... Свой взгляд... Если не получаете... Не знаете где... Просто на... Внутреннюю сторону... Сторону лба... То есть... Взгляд... Ваш... Направлен... На внутреннюю сторону лба... Если вам что-то будет... Появляться... То это просто игра... Вашего... Подсознания... С сознанием... Мы сейчас ослабили... Пальцы ног... Ступни... Пальцы рук... Кисти рук... Запястья... Предплечье... Локти... Верхние стороны рук... Плечи... Икры ног... Колени... Бедра... Метод психокатализа... То есть... Я здесь ничего не применял того... Даже и сам психокатализ... Только капельку-капельку сделал... Потому что... Это... Работа строго... Индивидуальная... Но мы... Этот кусочек... Маленький... Вы уже привыкли... Что мы его делаем... И я его чуть-чуть дальше... Продвинул... Капельку дальше... Но всегда... В этом случае... Нужно... Нужно... Видеть... Человека... Но мне показалось... Что... Из той группы... Которая у нас... Она не очень большая... Что в этой группе... Мы можем провести... Тем более... Я обещал... Почистить... Хорошая практика... Баков... Те кто были... Ну... Не загружается... Что я могу сделать... Буду... Буду стучаться... В следующем... Может быть... В среду... Это все проведем... Ну... Открыли глазки... Растерли ручки... Хорошенько... 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 Сейчас будем про ручки... Разговаривать... Хорошенько... Хорошенько... Ну... Ну... Вот... Я думаю... Что... Что-то все-таки... Произошло... И... Какое-то облегчение... У вас... Наступило... Хотя бы... К исходу... Этого дня... Да... Если что-то... Где-то мы... С вами... Подхватили... По дороге... У этих самых... У шаманов... Это считается... У разных... Все по-разному... Но у шаманов... Считается так... Я гуляю по лесу... Ко мне залетел дух... Дух... Духу во мне плохо... И мне с духом плохо... Надо каким-то образом... Его отпустить... Это вот... Чисто психологическая практика... Я... Уже при наличии... Диплома... Государственного... Клинического псих... Клиническая психиатрия... Обучался этой практике... Шесть месяцев... Ну... Наверное... Что-то... Должно у меня получаться... В принципе... Очно... Вопросов нет... По скайпу... Если один на один... Тоже... Здесь в группе... Если вы скажете... Что что-то получилось... Мне тоже будет... Интересно... Как это работает... Вот... В этом случае... В группе... Михаил... Я тебе напишу... Чуть позже... Хорошо... Когда мы закончим... Фразы секрета нету... Там секрет в другом совершенно... А фразу я дам... Вопросов нету... Хорошо... Я лично напишу... Прямо так... Как должна она звучать... Договорились... Теперь... Давайте мы про ручки... Вспомним две точки... И одну точку я... Выкладывал ее... Я выкладывал ее... У нас есть... Группа... Куда я приглашаю... То есть... У меня подписчиков... В фейсбуке... Около 800... Некоторых из них... Я пригласил... В закрытую группу... Которая называется... Суперстар... Если из вас... Кто-то туда... Не вошел... Напишите... Я включу... Там я выкладываю... Чуть-чуть более... Иные... Материалы... Нежели... Чем те... Которые я выкладываю... На странице... На странице... Больше развлекательный... Иногда я там и... Про политику что-то... Хотя я ее... Особенно не люблю... Но иногда... Сейчас такое время... Что людей надо успокоить... Вот... А здесь вот... Ну... Например... Я... 9 человек... Там... У нас сейчас... 69 человек... Я спросил... Кому нужно... У меня была... Была и есть... Любопытные... Любопытные шпаргалки... На 52... 52 страницы... Вот... Я спросил... Кому надо... И кто с людьми... И кто занимается... Вот в этой вот... Всей ситуации... Со страждущими... Там образовалось... 9 человек... Я им выложил... Эти 52 страницы... Они довольны... И я свое дело сделал... Вот... Давайте мы про ручки... В основании... Нижнего... В основании... Большого пальца... Точка... Она уже... Наверное... Всем плеш проела... Вот если пальчик подвигать... Здесь кость... Да... Эту точку мы вращаем... Я думаю... Что с утра обязательно... А там как хотите... Чтобы мы с вами... Эндокринную систему свою... Запускали все наши... Эндокринные железы... Эта точка... У китайцев... Так и называется... Эндокрин... Мужчины начинают... Справа... Женщины... Слева... Большим пальцем... Чтобы не промазать... И крутим... По часовой стрелке... Если смотреть на руку... Это все... Вы уже знаете... Да... Если кто-то из новеньких... Пожалуйста... Задайте вопросы... Можно в лично писать... Не стесняться... Вот... Теперь дальше... У нас здесь есть... Вот область на руке... И я эту область... В группе выложил... Это касательно... Легких... Грудной клетки... И всего остального... Нам никто не мешает... То же самое... Взять эту область... И хорошенько... Помассировать... Можно утром... В обед... Вечером... Можно послушать... Вот это вот... Можно когда слушать... Но только не 5 минут... А хотя... Я делаю это все... 108 раз... Почему? Потому что... 108 богов... У наших предков... И 108 богов... У... Индусов... Да... Вот... Поэтому... Вот я поворащал... По правой руке... Вот здесь... И не бойтесь... Если вы что-то затронете... Ну затронетесь... Значит еще один орган... Активировали какой-то... Ну что ему хуже будет что ли... Если к нему кровушки больше придет... Да нет не хуже... Потом перешли на это... Вот... Вот вилочкой... Вот здесь вот это место... Я на... 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 Фотографии это все... Все сделал... Специально... Каждую точку я буду показывать на фотографии... Поскольку это легкие... Они вот здесь... Они вот здесь... Есть вопросы на эту тему... Две точки... Но мы знаем их больше... Мы знаем тут... Массу уже точек прошли... Да... Начинаем со стопы... Поднимаемся... Потом... Внутри щиколотки... Потом... Точка... От ста болезней... Да... Там и так далее... И так далее... Если надо... Зайдите пожалуйста... На мою страницу в фейсбуке... Там... Что только нету... Я сейчас вытащил... И покажу вам про бабу Юлю... Потому что в Криву я специально... Вот... Крайний раз когда был в Болгарии... А там была свадьба... Да... Кстати говоря... Свадьба была... В мае того года... Сейчас у ребят уже... Родились и мальчик и девочка... Все там прекрасно... Вот... Ну... А был я там почти 20 с чем-то дней... А я там беру машину... Вот... Друзья же есть... Вот... И я езжу по всей Болгарию... Как повезло... И меня интересовало... Это опять с той же стороны... Где Иванга... Баба Юля... Крибул... Не рано? Ну давайте я чуть скажу... А потом мы его посмотрим... Там очень коротко... Я потом переведу... А то что я ездил и снимал... И показывал где этот Крибул... И все остальное... Вы найдете у меня на Ютюбе... Чтобы я ваше время не тратил... А сейчас давайте-ка мы... До бабы Юли... Еще у меня есть два момента... Первый момент... Я все вам рассказываю... Читаем мантры... Читаем мантры... Читаем мантры... Да... Но все знают... Там сейчас у меня есть два видео... Они по две... По полторы минутки... Чтобы не повторяться... А там я все подбирал хорошенько... Поэтому... Мы можем правой рукой от себя... Левой рукой к себе... Каждый пальчик имеет значение... Там сейчас будет рассказано... Прежде чем... Четки... Их надо... Свою манту прочитать... Чтобы они стали уже вашими... Когда вы их купили... И прежде чем вы будете работать... С маленьким... Щетками... Со всеми остальным... Вы должны их в своих ручках... Немножко погреть... То есть... Все что вы хотите... Чтобы от вас отошло... Вы от себя делаете... Все что хотите... Чтобы сюда пришло... И каждый пальчик имеет свое значение... Такой пальчик... Вы будете двигать... Это вы сейчас... Увидите... Две мантры... Которые считаются основными... Это первая мантра... Ум мани под мухом... Я почему про эти мантры? Потому что это тот же наш язык... Потому что язык был слоговый... И про это... Все кто в теме... Уже давно в теме... Да... Выучить их легко... Но... Но... Говорят... Что на этом языке... Разговаривают наши полушария... Хотя... С другой стороны... Утверждается... Что наши полушарии мозга... Общаются между собой... На тех языках... На которых... Люди разговаривают... Где родились... Но лучше всего... Они понимают... Вот тот язык... Который... Древний... Даже... Неплохо... Если читать... Ну... Например... Псалом 90... Да... Живые помощи... Крое Бога... Небесного творится... Речь от Бога... Богу... Мы уповая на нее... Который... Избавить... И так далее... Вот... То есть на том языке... На котором оно еще... Ну... Ближе к тому... Как оно перевелось... И как... Все-таки... Современный язык... Он без этих буквок... Без этих звуков... Те языки... Хоть что-то... Где-то повторяют... Помните... Семь... 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 Девять... И так далее... Кубики я показывал... Все это я показывал... Итак... Ом Мани Падмахум... Это считается... Самая основная мантра... Есть... Видео... Где Лама рассказывает про нее... Что что значит... Вот... Я же вам хочу... Сказать другую мантру... Мантру... Ом Ах Сум Соха... Ом Ах Сум Соха... Я потом напишу... Пока вы видео будете смотреть вместе со мной... Ом Ах Сум Соха... Мы читаем от себя... Ом Ак Сум Соха... Ом Ак Сум Соха... Оно быстро все проходит... А когда ты еще отрубаешься, то входишь в это состояние, которое легкий пофигизм, которые наши называют дрема, те, кто придумали измененное состояние сознания, те, кто еще что-то, то есть мы попадаем в частоту порядка 8 герц, где-то приблизительно частота дыхания Земли, то есть то, что вот здесь, ну все про это знают, да? Если кто-то что-то не знает, пожалуйста, напишите вопрос, я вам всегда отвечу, потому что у меня часто создается ощущение, я уже 10 раз повторял, повторю еще 11-й, как на партсобрании вопрос из зала, а можно мне к вам президиум, потому что мне одному здесь страшно, так и здесь, я видеокамера, а вы где-то там вдалеке и тишина, вот. Про это я рассказал, да? Значит, давайте, если на ваше решение, если нужно, о мантре я включу, там кто-то другой рассказывает про эту мантру, насколько она важна, если надо, я его включу, если нет, перейдем дальше. Видео все здесь короткие, потому что у меня большие даже не загружались, эти видео загрузились, потому что это ссылки с YouTube, а в живую видео, которое MP3, настоящее видео с хорошим качеством, они не загружаются. Итак, пожалуйста, плюсик, если включить о мантре, если не включить и перейти о четках, скажите тогда минус. Еще раз, если кому-то станет неинтересно, так я не приверженец ни буддизма, ни какой-либо другой религии, я и в церковь хожу, и буддистов, и свечи покупаю, и с батюшкой общаюсь и считаю, что мы с вами, вы помните мое мнение на эту тему, что в наших родах было столько всяких разных религий, что если мы начнем ссориться, то на Радоницу обязательно кто-то с кем-то поссорится, да, помните, я про это говорил. Если кто-то со мной не... Вот, то есть, никогда надо учиться договариваться, а не учиться, при этом оставивая свои интересы, а не до основания за тем. Земли много, если хочешь построить себе какой-то храм, купи землю и построй. Кто мешает? Никто не мешает. Вот, а если мы будем говорить, что вот надо поставить там было крестителя Владимира там, где и так места мало, ну, это не мое дело, значит, так оно надо. То есть, все религии имеют право на то, чтобы они существовали. Это мое мнение, вот я дальше распинаться не собираюсь. То есть, я не провожу буддизм, что буддизм вот такой, но я читаю то, и другое, и третье, и мне от этого стало только лучше. Я начал, кто-то расскажет, но я считаю до сорока, когда бывают такие моменты, что надо почитать. Ну, например, вчера, Матери Божьей, там я сорок раз почитал, ничего со мной не случилось, и это быстро, это когда входит. А потом сейчас уже у нас стало теплее, и босиком выйти и встать, и посмотреть на солнышко, на восход, великое дело. Начинаешь понимать, что а если оно не взойдет, как тот благодатный огонь, они десять человек соберут, а там не случится, что потом делать. Так что, как-то вот так, вот, ну, они уверены, и мы будем уверены, вот, как бы, такое, я четко включаю. Плюсик ожидаю, если четко включаю, значит, включаю, это очень коротко. Итак, немного о четках. И вторая сейчас, вторая сейчас про четки, дополнения, там тоже минут десять. Давайте я сразу ее включу, чтобы потом у нас сложилось какое-то правильное впечатление. А потом мы с вами продолжим, и там будет уже Баба Юля. Вот, и мы поговорим, расслабимся, и, наверное, я еще не договорил тут про людей, какие-то капли. В общем, как-то вот так. Ну вот, я надеюсь, что здесь тоже всем все понятно. Если непонятно, пожалуйста, спросите. У нас осталась Баба Юля в Крибуле. Вот, это селение, которое, которое магометанское в этом месте. В Болгарии там же много, очень много и мечетей, и это вот сторона, где жила Баба Ванга, это та сторона, где много мечетей. Там у меня есть еще видео насчет маленького узкоколейного транспорта, поезда небольшого. Вот, а я хотел сейчас пару слов сказать, чтобы просто еще чуть-чуть напомнить, хотя все вы об этом знаете. По поводу вот этих дел вирусных, есть люди, которые вирус получили, походили, его пережили и не заметили. Есть люди, которые перенесли болезнь в легкой форме, там чуть-чуть что-то было, была температура. Есть люди, которые заболели, пролечились и выздоровели, как вот наш любимый певец, не надо было никуда ездить. Вот, и есть люди, которые заболели и при наличии сопутствующих тяжелых заболеваний, они умерли. Ситуация такая, без, придет время, все там будем. Поэтому паниковать не нужно, хотя бы даже поэтому. Ну, среди нас паникеров нету, но вот просто один из методов, как бы доказать, подсказать, это вот по Максу Мсохо я, наверное, не написал, но я сейчас напишу. Ну и больше. По новостям. Я бы сказал так, что надо смотреть на людей, что они в жизни сумели достигнуть, да? Вот. И, может быть, их есть смысл служить. А сейчас выскакивают такие люди, которые сами себя в жизни еще никуда не определили и ни с чем определиться не смогли. Но они уже прочитали пару-тройку книг, их выучили на зубок и рассказывали. Точно так же и с новостями. Выскакивает какой-то там сейчас столько каналов. Ну, 70 все-таки миллиардов долларов дали на разрушение нашей страны, и поэтому, конечно, будет очень много каналов. Я не хочу здесь про политику, но никуда от нее не деться. Вот, собственно, и все. Включая я бабу, значит, что? Что она делает? Она сама себе вылечила рак. Каким образом? Она нашла какую-то определенную скалу. Пролезает через нее, и как бы, как она рассказывает здесь по-болгарски, он язык очень простой, если непонятно будет, спросите, я расскажу. Значит, она пролезала через эту щель несколько раз, и как бы снимала с себя кожу, как вот змея снимает, да? При этом старую одежду надо снимать, ее здесь оставлять. Вот такой ритуал, видео я, собственно, не стал ее специально снимать, потому что вот этот кусочек мне дали от болгарского телевидения, здесь просто и доходчиво. Если кому-то будет интересно, я в следующий раз покажу, как туда доехать, как проехать, как я на машине, и все это рассказываю. Но я считаю, что это совершенно ни к чему. Вы можете зайти на YouTube, и все это на YouTube увидеть. Потому что все просто, набираем и едем. Была весна, еще ничего особенного. Там даже и показать и пейзажей-то особых нету, потому что это был май, и там в Болгарии особенно ничего такого не было. Я включаю. В горния край на скалата се вижда около 50 сантиметров отвор, издалбан с явно човешка на меса, която оформит своеобразна арка на скалата. Ну, собственно, и вот. Ситуация такая. Тут все понятно. То есть человек пролезает, снимает старую одежду, ее оставляет, одевает новую, и как бы ее ритуально сжигает, когда она поджигает, там вот эти вот маленькие части там, которые... И также она соль еще просыпает. Вот такой ритуал. Но она сама вылечилась, и люди, в общем-то, веря в это, лечатся. Внешне вроде как бы ничего и такого нет. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. По-моему, я все сказать сказал. То, что на бегу переделал, то я все сказал. Были другие планы. Были планы меньше поговорить, но дедушки сказали, что не надо тебе, все-таки надо повыступать. Ну, по ходу переориентировались. Я все больше и больше становлюсь похожим на замполита. Рот закрыл, работать закончил. Какие у вас, друзья, есть вопросы? Михаилу то, что я обещал, я прямо сейчас напишу. Кому-то что-то, если будет надо, тогда давайте мы так сделаем. Обращайтесь, пожалуйста. Или лично, потому что у нас... Какая вторая молитва? Какая вторая молитва? Михаил, это, наверное, всем не очень интересно, поэтому мы можем пообщаться. Мы же общаемся в личном. Давай мы пообщаемся в личном это все. Всего вам доброго. До свидания. Я думаю, что... Вот мое сложилось впечатление, что две недели наш президент отпахал опять, как на галерах. Вот. И первый... Может быть, не первый это было там ночь, день, но первый раз я его вижу отдохнувшим за это время. Вот это мое мнение. Ну, а остальное мнение можете складывать сами. Но сегодня он был уже тот, который обычно может решение принимать. Значит, все уже придумано. И если опять что-нибудь не подбросят, или кому-то уже что-то сказали, если подбросить это, то мы и вам подбросим. Но что-то уже произошло, потому что человек опять... Тогда он был уставший, а сейчас он уже... Ну, все. Всего доброго. До свидания. Успехов. Удачи. Держитесь и не падайте.